Но кое-что я от вас все же скрывал. Периодически я перевоплощаюсь в няшную аниме Тян, как следует вооружаюсь и несу возмездие во имя Луны. Ну или что-то другого. С последней философской частью я еще не до конца разобрался. На всякий случай напоминаю, что на этом канале мы выступаем против аниме, Чайлдфри и Радуги. Привет, просветители. Знаете что? Я беру отпуск. На один ролик. Надоели мне Кравцовы, Певцовы и прочие Милоновы с их гениальными предложениями. За всем этим в мой Телеграм. Давайте для разнообразия поговорим сегодня о чем-нибудь позитивном и милом. Об игровой зависимости. Не, ну на мой взгляд тема милая. Привет, меня зовут Павел. Собрание анонимных алкоголиков в соседней комнате. Вечно путают. И у меня игровая зависимость. Я не могу перестать покупать настольные игры. Да, все вот настолько плохо. А если говорить серьезно, то сегодня я бы хотел показать вам небольшую часть моей огромной коллекции. Ту часть, которая находится у меня здесь. Игры в московской квартире вообще другая история. Ее мы затрагивать не будем. Скоро нас ждут праздники. 23 февраля, 8 марта. И возможно именно в этом видео вы найдете идею для подарка. Настольная игра реально хороший презент. Если подходить к выбору с умом. Поэтому в этом ролике я расскажу о, на мой взгляд, самых красивых, няшных, почти как телефоны. И простых, что немаловажно, играх. Все они практически подойдут новичкам. Так что никаких сложных правил, получасовой подготовки. За этим не сюда. Начнем, наверное, с самого очевидного. Той игры, которую вы видите в каждом моем видео. Наконец-то меня перестанут спрашивать. А что это за картина у вас на заднем фоне? Я ни секунды не задумывался, стоит ли мне покупать холст. Да, игра называется именно так. Когда увидел эту коробку в соседнем торговом центре. Даже если мне не зайдет игровой процесс, у меня все равно останется картина. Не, ну вин-вин ситуация. Похоже, авторы рассуждали именно так. Потому что сзади даже есть специальное отверстие, чтобы можно было повесить коробку на стену. У меня не только базовая версия, но и дополнение. И вместе они создают единое полотно. В этой игре вы станете художниками, соревнующимися за титул победителя престижной выставки. Если учитывать, сколько сейчас стоит картон, то выставка действительно престижная. Основной вау-эффект, безусловно, создают прозрачные карты. Каждое полотно состоит из трех таких элементов. В итоге у вас всякий раз получается новый шедевр. Победные очки, стратегии, это все тут, конечно, присутствует. Но я, как человек, который любит рисовать... Кстати, вот они, мои шедевры. Да, талантливый человек талантлив во всем. А уж скромный. Так вот, я просто наслаждаюсь созданием причудливых полотен с философскими названиями. Ну, знаете, все эти псевдоинтеллектуалы. Правила простейшие. Выглядит игра на столе бесподобно. Даже коробка. Не зря она у меня здесь уже полгода присутствует. Романтичным особым художникам и философам должно зайти. А еще мне кажется, что это отличный подарок на День всех влюбленных. Не, ну вы просто посмотрите. Любителям же чего-то сложного и мозголомного вряд ли. Именно поэтому я эту игру очень люблю. Мне чем проще, тем лучше. Мой девиз по жизни. Я не покупаю игру, если она не нравится мне внешне. На столке очень дорогое удовольствие. Я даже боюсь посчитать, сколько я потратил на это хобби. Но детей бы точно мог отправить в школу из последнего ролика. И, как мне кажется, выглядеть игры должны соответственно, на свою стоимость. И я думаю, вы заметите, что у каждой игры, о которой я сегодня буду рассказывать, есть какая-то своя прикольная фишка в оформлении. Вы что, думали, я эти коробки ради интересного игрового процесса покупаю? И у следующей игры эта внешняя фишка просто потрясающие рунные камни. Да, я как та сорока, что блестит, то мне и нравится. А что вы мне сделаете? Я в другом городе. Игра камня Рагнарёка получает от меня приз за самые простые короткие правила. У вас под управлением три викинга. Выберите одного и передвиньте его по прямой. Поставьте рунный камень на любую клетку, на которую могли бы передвинуть этого викинга еще раз. Усё, правила рассказаны. Если это не мировой рекорд, то все равно очень быстро. Ваша цель поставить рунные камни так, чтобы в итоге получился регион, в котором находятся только ваши викинги. Чем больше клеток вы завоевали, тем больше очков в конце получите. Мне камни Рагнарёка слегка напомнили шашки с шахматами, с этими попытками загнать соперника в угол. Но если с логикой у вас все в порядке, и вы на 10 шагов вперед способны рассчитать действия соперника, Слышь, чё ты такой умный в игры играешь? Есть продвинутый режим для таких, как я. И вы. Просто в этом режиме есть основная фишка. В игре есть огромная колода с богами и существами из скандинавской мифологии. Ну, камни Рагнарёка. У каждого персонажа есть своя особенность, которая меняет игровой процесс. А если учитывать, что таких карт реально много, то каждая игра будет отличаться от предыдущей. Огромный плюс максимально короткое время партий. 10-15 минут и свободны. Сэнкью, Некст. В правилах разберется и ребенок. Но при этом есть где подумать. И вот когда в игре присутствует эта комбинация доступности и глубины, это всегда большой плюс. Ну, напоминаю, шашки. Наверное, нужно сделать небольшую остановку и ответить на два вопроса, которые наверняка возникнут. Почему именно на столке? Тут два момента. И первый, я думаю, вы уже догадались. Я люблю все милое, красивое и приятное тактильно. Монеты, красивые ресурсы, прикольные арты. И все это богатство перед тобой. И можно потрогать своими загребущими ручонками. Второй и главный момент партия в игру. Отличный способ интересно провести время с родственниками и друзьями. Совместный досуг, это круто. Относительно недавно у меня состоялся просто вот замечательный диалог. Павел, какие еще настольные игры? Тебе 30. Минуточку. Во-первых, мне 36. Мои года, мое богатство. Во-вторых, а что вы делаете, когда с друзьями собираетесь? Едим и пьем. Ну, в общем, можно переходить ко второму вопросу. А почему не компьютерные игры? Хотел бы я сказать, что деньги у меня уходят только на картон, но огромные бэклоги, что на PlayStation, что на Switch такие сейчас. Приветик. Игра со скидкой? Ну, как не взять? Проходит два года, все еще не запускал. О, новые скидки! А вот, кстати, что касается коробок, а у меня в коллекции более полусотни настолок, я не играл только в одну. Больше ли я их люблю, чем компьютерные? Да нет. Это просто разные виды дослуга. Продолжаем путешествие по моим коробкам, правила которых можно объяснить буквально за пару минут. Трон кубов. Во всех ММО, в которые я играл, Айон, Тера, Блэйден Сол, мне всегда нравилось изучать новые скиллы и... Отрывай плица! Усё. Поэтому трон кубов очень часто появляется у меня на столе. Никакой ПВЕ-шелухи, только месилово. Мясо матюки, убийства и голые фишки. В игре несколько героев, знакомых всем по фэнтезийным играм. Гладиатор, лучница эльфийка, огненный маг, ассасин. На самом деле героев больше в два раза. Но ещё две коробки у меня в Москве. И в сердечке. В свой ход вы бросаете пять кубиков, пытаясь получить комбинацию, соответствующую тому или иному приёму. Бросили один раз, результат вас не устроил, перебрасываете. Всего у вас три шанса. Комбинация, оставшаяся в итоге, определит, сколько урона вы нанесёте противнику. У каждого персонажа есть суперприём. Та самая ульта, о которой все мечтают, но никогда не видят. В максимально упрощённом варианте, вот и все правила. В общем, всё как традиционных ММО. Только донатить не нужно. Естественно, у каждого персонажа есть свои тонкости. Кто-то вместе с уроном накладывает эффект слепоты, другой отравляет, третий поджигает. Даже прокачивать свои скиллы можно. Для этого у каждого персонажа есть колода карт. Они же позволяют и немного влиять на рандом. Быстро, увлекательно, пвпшно и горит от игры нехило. Всё как я люблю. А какие красивые кубики и планшеты героев. Ещё один плюс или минус, тут уж как посмотреть. Игра разделена на четыре коробки. В каждой по два персонажа. С одной стороны, если понравится, то придётся покупать всех. А ещё недавно был предзаказ на второй сезон. А ещё есть версия с героями Марвел. Ко мне она скоро приедет. Да, я знаю, у меня проблемы. Но покупать игру за серьёзные деньги всегда страшновато. А если это совсем не моё? Тут же купил одну коробку, которая отлично играется и без остальных. И уже можно судить. Зашло, не зашло. В общем, если хотите перетянуть свою вторую половину или друга из компьютерной арены в настольную, разница есть. Возможно, трон кубов это прям то, что доктор прописал. Два раза, утром и вечером. На каждом стриме, реально на каждом, я не утрирую. Мои потрясающие бустеры не дадут соврать. У них есть все доказательства, так как все стримы хранятся именно там. Меня спрашивают о моём отношении к аниме. И всякий раз я отвечаю, что не являюсь особым фанатом. Два с половиной сериала и тетрадь смерти на полочке такое себе. Но кое-что я от вас всё же скрывал. Периодически я перевоплощаюсь в няшную аниметян, как следует вооружаюсь и несу возмездие во имя луны. Ну или чё-то другого. С последней философской частью я ещё не до конца разобрался. И нет, я не про геншин. Берёте игры в жанре bullet hell и shoot'em up, добавляете элементы тетриса и аниме, получаете буллет. Как и в тетрисе, на ваш планшет падают всё новые и новые элементы. В зависимости от цвета вы размещаете их в соответствующую колонку. Не хватает места, теряете жизнь. Но вот здесь и приходят на помощь элементы стратегии. У каждой героини есть свои способности. Не только уничтожать разноцветные пули, но и подбрасывать их сопернику. Моя любимая часть. Сделал гадость на сердце радость. Раунды длятся всего 3 минуты. И с каждым разом на вас будет обрушиваться всё больше и больше пуль. Тот самый bullet hell. В bullet я наиграл больше 20 партий. И мне до сих пор нравится. Быстро, энергично, абсолютно разные стратегии. А какие приятные деревянные пули. Bullet однозначно рекомендую. А уж если вам нравится подобная стилистика, в подарок анимешнику идеально. На всякий случай напоминаю, что на этом канале мы выступаем против аниме, чайлдфри и радуги. Следующая игра бьёт в очень узкую конкретную аудиторию. Но если это вы, живым вы не уйдёте. Cuphead. Если вы являетесь фанатом одноимённой компьютерной игры или сериала, это ваша остановочка. Та же стилистика, те же персонажи, та же сложность. Но не в правилах. Как и договорились, сегодня только простые в объяснении игры. Начинается раунд с того, что вы открываете 3 карты босса. Для того, чтобы не получить урон, вы должны положить на свой планшет кубик с таким же символом. Хотите не просто остаться целым, но и врагу урон нанести? Добавьте к предыдущему кубику ещё один, но уже с выстрелом. Опять же, вот и всё. Основные действия объяснил. У меня вообще талант правил объяснять. Но в чём же тогда сложность, спросите вы? Необходимые символы нужно ещё получить. А на всё про всё у вас 20 секунд. И за это время в строго определённом порядке вы должны получить то, что требует босс. А вот это уже абсолютно непросто. Ну, как и в оригинальной игре. Фанаты Капхеда у вас эту игру с руками оторвут. Дальше делаем небольшой скачок в сложности правил. Их уже придётся объяснять минуты 3-4. Но зато дети останутся в восторге. Мастера пламени. Самая милая игра Эва. Здесь красиво и мимимишно всё. Дракончики, ресурсы, неопреновое поле, арты на картах. А имена драконов. Сухарик, бульончик, котлетка. Кому-то, кажется, есть захотелось. Если практически во всех предыдущих играх вы активно занимаетесь уничтожением своего противника, то здесь нет никакого агрессивного взаимодействия. Сплошной релакс, мир, дружба, жвачка. Оказались в той же локации, что и соперник. Подарите ему какой-нибудь ресурс. Потому что все любят подарки. Будьте добрее. Я же говорю, сплошное добро. Идеальная семейная игра. Не детская. Именно семейная. Взрослым тоже будет интересно. А можно весь мир будет похож на этот город драконов. А не вот это вот все. И последняя игра из сегодняшнего списка. Прогулки с собаками. Меня Чарли заставил про нее рассказать. Очевидно, выгуливать собаку в реальном мире мне недостаточно. Надо еще за столом. 163 породы собак. Лакомства, игрушки, палочки и мячики присутствуют. Выбираешь понравившуюся собаку и добавляешь в свой питомник. Я, естественно, выберу выпита. И самоеда. И... А, можно только двух за раунд добавить. Завели собакина. Теперь отправляйтесь гулять. Только сначала нужно удостовериться, что у вас достаточно всего того, что любит песель. Дальше топаем по парку и собираем по пути все, что плохо приколочено. Те самые игрушки, вкусняшки и мячики. Чтобы новых собак выгуливать. Вообще, если подумать, игра подает очень плохой пример. Не нужно ничего на улице подбирать. Вместе с своими собаками. У каждой собаки есть особое свойство. Кто-то очки в конце игры приносит. Кто-то мячиком поделится. Поэтому выбирать породу надо с умом. Все как в реальной жизни. Не напряжно, красиво, максимально удобно. Для всех компонентов в коробке есть отдельное место. И опять же, собачки. Для настольчиков со стажем скажу. Игра похожа на крылья и парки. Но слабее и той, и другой. Но за счет комбинации механик этих двух хитов играется вполне себе бодрячком. Ну и специальный бонус для Министерства просвещения и разговоров о важном. Игра Кубитас. Я же обещал сегодня о них не говорить. Она отлично подойдет этим товарищам. Не только потому, что на обложке нечто максимально похожее на спанчбоба, обитающего на самом дне океана. Как и эти товарищи. Но и потому, что это азартная игра на удачу. А как мы поняли после урока с Кридом, Министерство просвещения любят ставки и казино. Разве что проиграть деньги здесь нельзя. Так что нашим промоутерам ставок среди первоклашек может не зайти. Ну что ж, одну десятую коллекции рассмотрели. Думаю на сегодня хватит. Все же не стоит отбирать хлеб у настольных блогеров. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Так оно наберет больше просмотров. Кроме того напоминаю про свой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы хотите поддержать меня финансово, то в описании сможете найти ссылку на бусте. Ну а я встречусь с вами на следующей неделе в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.